я вас приветствую я евгений ковальчук и вы на канале веб-дев канале посвященном веб-разработки и всему что с ней связано добро пожаловать в очередной урок курса который посвящен интеграции typescript и react в предыдущем выпуске мы разобрали каким образом можно выполнить типизацию react роутера однако у нас остался один момент который обязательно нужно рассмотреть эта типизация наших асинхронных запросов и получаемого результата ведь согласитесь что typescript мы для того и втаскиваем чтобы получить полный контроль над типами и данная возвращаемая с api не является исключением самый простой пример это если вдруг бэкэнд что-то поменяет в структуре ответа или типах то благодаря typescript мы будем тут же об этом знать поэтому в данном видео мы разберемся с типизацией асинхронных функций итак поехали на данный момент у нас есть два компонента которые запрашивают данные это пост который запрашивает массив всех новостей и пост который по айди запрашивает данные определенной новости давайте с него и начнем мы рассмотрим два варианта типизации потому что каждый может быть применен для своего конкретного случая предположим что получение данных это будет функция вынесенная в отдельные утилиты выглядеть она будет следующим образом смотрите имя утилиты http это общее название чтобы ее можно было переиспользовать по приложению что она будет принимать очевидно url адрес запроса а значит его тип это строка данные которые возвращаются из функции это promise с типом any так как ответ может быть любой внутренности все те же самые что и в методе компонент did mount то есть помощью fetch мы осуществляем запрос после чего возвращаем полученные данные отлично теперь мы можем обновить наш метод компонент did mount для получения значения пост дергаем нашу утилиту http внутрь нее передаем url адрес а ответ присваиваем в константу пост ну и поскольку мы используем away то сам метод компонент did mount мы помещаем как асинг да данная запись тоже вполне валидно если вдруг вы об этом не знали дополнительный запрос также можно обернуть в try catch и обрабатывать ошибки но я это делать не буду чтобы не увеличивать количество кода внутри метода технически мы только что типизировали асинхронный запрос но есть один нюанс который мне совершенно не нравится это тип any которым мы пометили возвращаемый результат давайте тип этих данных определим более конкретно ведь у нас уже есть интерфейс одного поста и его мы можем использовать для описания получаемого результата отлично с помощью generic мы определили типы и сделали их более предсказуемыми теперь наша функция http принимает generic тип который мы строго определяем как ipost при вызове в методе компонент did mount и вот это уже финальный вариант типизации причем наша функция получилась довольно универсально и ее можно использовать для любых запросов приложений просто будут меняться url адреса и типы для определения разных данных теперь переходим в компонент пост и делаем типизацию запроса там вариант который мы рассмотрим такой я бы сказал для ленивых так как вносимые изменения просто минимальны у нас также есть интерфейс для описания одного поста ipost и все что нам нужно сделать это добавить следующую строку вот в целом и все здесь тоже все просто мы получаем promise с generic типом это массив наших постов и раз здесь все так быстро получилось то давайте вернемся к нашей утилите я покажу вам еще пару интересных моментов во первых утилита возвращает данные только с поля фарс body то есть непосредственно поле ответа которая содержит данные о посте но если мы хотим типизировать полный ответ то функция будет выглядеть следующим образом интерфейс http response у нас расширяется интерфейсом response внутри результирующего интерфейса мы просто описываем поля которые нам могут понадобиться в разработке например статус и redirect обратите внимание что для того чтобы сохранить типы поля парс body мы используем generic тип ти в самой утилите сильно ничего не изменилось просто результат возвращаемых функций теперь оборачивается еще один интерфейс http response а уже сам ответ response мы можем вполне спокойно описывать функция же теперь возвращает полный ответ содержащий все дополнительные поля во вторых если мы захотим все-таки добавить обработку ошибок в наш финальный вариант то будет она выглядеть следующим образом сам запрос тот же самый в try catch мы оборачиваем проверку body второй блок это проверка на то что мы действительно получили правильный ответ но вызывать теперь наш метод можно внутри try catch блока следующим образом и на этот раз если нам возвращается ошибка мы можем ее спокойно обрабатывать в целом это все что я планировал рассказать вам о типизации асинхронных функций с помощью typescript весь код из видео вы найдете в гитхаб репозитории ссылка в описании остались вопросы задавайте в комментариях увидимся в следующем выпуске пока